Здравствуйте, дорогие рукодельницы! С вами Светлана Амельян и моё видео в поддержку проекта Квадрат Некрасовый, где мы объясняем, как превратить прямоугольник в дизайнерское изделие. Мы берём обычный прямоугольник, который оформлен в виде платья, и какую-то отделочку в тонах этого изделия. Замеряем, какой длины будет у нас планочка, и в этом же размере мы должны будем сделать валан. Я использую отделочную ткань и вырезаю из неё валан не по косой, как это делают обычно, а из круга. Вырезаю небольшой круг и разрезаю его так, чтобы моя лента была примерно размером 4-5 см, отходя от края, и таким образом у меня этот валанчик закручивается в улитку. В самом кончике я уже не дорезаю до конца, а срезаю немножко по косой, потому что мне такой длинный валан не нужен. А дальше я вырезаю второй аналогичный валан, так чтобы они у меня были симметричными. Складываю по краю, закалываю иголками, либо подшиваю, промётываю ниткой, либо прошиваю сразу на машинке, и при прошивании подтягиваю верхнюю кромку для того, чтобы она у меня ещё больше растянулась и валан стал ещё более волнистым. А среднюю часть стараюсь не растягивать для того, чтобы валан как можно больше закрутился. Складываю пополам моё платье, нахожу где у него середина, и чтобы не отмечать эту линию маркером, я её просто промётываю иголочкой для того, чтобы понять, куда пришивать валан. Беру бумажный скотч и ту линию, которая у меня была промётана, просто закрываю бумажным скотчем для того, чтобы зафиксировать моё платье, чтобы при пришивании оно у меня не повелось. Складываю две части валана, и по линии, которая была создана намёткой, прикалываю на расстоянии примерно 5 мм от края, раскручиваю валан, он получается таким достаточно волнистым, ничего не нужно делать, главное не тянуть, легонечко припосаривать. Но подкалываю не до самого края, а не доходя немножко до края, там где у меня сделан подгиб в вязании. И дальше с этого же места я начинаю прошивать свой валан вниз по линии, по вертикальной линии для того, чтобы валан пришить. Пока прошиваю только по линии, по одной из линий оба валана сразу. Я это делаю с помощью не промётывая, но на самом деле на платье я бы, наверное, всё-таки прометала для того, чтобы у меня была линия более чёткая, более качественная. Снимаю бумажный скотч, беру планочку из вертикального отреза и складываю её на ту ширину, которой у меня должна быть вот эта деталь, которая будет закрывать линию пришивания. Прикладываю её примерно на 1,5 см снизу ниже и до самого верха пришиваю, закрывая вот это место пришивания. Наверху валан я раскладываю в обе стороны симметрично относительно окончания места пришива, то есть вот беру вот эту планочку, которая у меня трикотажная вязана и делаю так, чтобы у меня всё-таки получилось серповидное такое схождение вниз, не по самому краю вот этой трикотажной планки. Расправляю складочку, которая получилась по центру, чтобы она была такая пышная и похожа на цветочек и закрепляю точно так же эту планочку сверху для того, чтобы можно было прошить. И дальше просто прошиваю на машинке в две стороны. В одну сторону по краю на расстоянии примерно 1 мм от края и в другую сторону. Вот этот способ позволяет мне пришивать, не задумываясь о том, что у меня внутри срезы могут из-под моего валана каким-то образом торчать. Получилась аккуратная в две стороны прикреплённая такая как жабо. А теперь у меня задача оформить только верхний край валана, который у меня разведён в обе стороны. Я беру такую же вертикальную, я беру остаток планки, которая у меня была, с двух сторон подгибаю, чтобы спрятать кончики, махрящиеся кончики внутрь. И по месту, где я считаю у меня конец моего валана, я вот это всё промётываю, стерповидно опуская кончики вниз. И с обратной стороны точно так же подворачиваю внутрь концы и по нижней планке я это подшиваю. Причём планочка у меня получается такая серповидная, я чуть-чуть её как бы припосаживаю, чтобы у меня не повело. Прошиваю по нижней линии, отворачиваю и все остатки от моего валана и от вот этой планки я просто-напросто срезаю и дальше подворачиваю валан, подворачиваю планку наверх и застрачиваю все оставшиеся косы, все оставшиеся хвостики. Вот получился валан, который разведён в обе стороны, ещё и серповидная планочка сверху оформлен. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь видео, нажав на кнопки соцсетей. Ждём вас на наших открытых мастер-классах по развитию визуального креатива.